Всем привет! Пора немного отойти от всякой конспирологии и крепоты и просто обсудить какие-то любопытные штуки из мира SCP. Большинство организаций из этой вселенной уже разобраны на этом канале, и я даже сделал плейлист с ними. Но остались еще некоторые из не слишком популярных, но довольно недооцененных. Одна из таких недооцененных организаций это университет Алексильва. Вернее, недооценен в основном среди русскоязычного сообщества, потому что на русский язык не переведена даже главная страница этого хаба. Хотя к нему относятся аж 14 SCP-объектов и три десятка рассказов, что не так уж и мало. В мультивселенной SCP есть очень много параллельных миров. И в одном из них античный мир с древним Римом, греческими полисами и прочим успешно отбился от варваров и продолжил свое существование до наших дней. Об этом мире практически ничего не известно. Кроме того, что развитие в нем пошло по совершенно иному пути. Римская империя завоевала почти всю планету, а сама цивилизация там научилась успешно совмещать мифические вещи с современными технологиями. Все это стало возможно благодаря сложным философским концепциям, которые придумали тамошние мыслители, а также устройствам, понижающим плотность самой реальности в юмах. Эти устройства превращают жизнь в том мире в подобие древнего мифа. Кто не знает о юмах, плотности реальности и их роли в мире SCP, оставлю в описании ссылку на ролик на эту тему. При помощи таких устройств местные жители делают предметы, нарушающие законы физики, порталы в другие миры и просто создают самые различные причудливые вещи и явления. В мире университета построено во многом утопическое общество невиданного процветания. Процветание, разумеется, для всех свободных граждан. Однако есть и темная страна. В нем сохранилось рабство в самом диком виде. Люди, имеющие свободу, всю жизнь проводят в философии и искусстве. В то время как несвободные живут в статусе практически говорящих вещей. Но главное, что в этом мире есть, это собственно университет Алексильва, который построен в городе Римской империи, находящемся в Северной Америке. Университет добился в своих исследованиях значительных успехов в том, чтобы изучать соседние параллельные миры. И одним из таких миров оказался наш мир. Ну в смысле тот наш мир, где существует фонд SCP. Ну то есть один из тех миров, где есть фонд SCP. Люди из университета вообще могут легко проникать в любые миры. Для них это будничная ежедневная рутина. При этом они защитили свой мир так хорошо, что никто не может извне попасть в него. Из-за этого о их мире практически ничего не известно. Впервые о нем фонд узнал, когда его агенты обнаружили в разных животных микрочипы с надписью «Университет Алексильва». Технологии этих микрочипов сильно отличались от всех известных. Поэтому находка была признана аномальной и обозначена как SCP-877. Да, первая тысяча, а самая каноничная. Микрочипы эти полностью управляли пораженными ими зверьми. Заставляя их ставить такие же микрочипы другим животным, а позже даже и людям. Также эти чипы передавали на радиочастотах большие массивы данных. Благодаря чему агенты фонда их нашли. Фонд SCP начал сканировать частоты, на которых эти чипы вещали. И быстро обнаружил множество источников радиовещания на этой частоте. В места источника сигнала были отправлены разные мок-ССП. В одном из них, в безлюдном лесу, был найден брошенный кем-то деревянный ящик. В этом ящике лежал предмет, обозначенный фондом как SCP-961. Но главное, что в ящике, кроме аномального предмета, была еще и документация. На языке, похожем на смесь латыни, греческого языка и индейцев. Где упоминается некая служба доставки под названием «Консорсум Фиртранс». Это был первый случай, когда агентам фонда удалось перехватить предметы и документы, связанные с организацией консорциума. Которая, как выяснилось, представляет собой что-то вроде курьерской службы университета, которая путешествует между мирами и перевозит различные предметы и документы из одного диковинного мира в другой. Чаще всего по заказу самого университета. Курьеры консорциума, похоже, не слишком жалуют наш мир и рассматривают его только как опасный перевалочный пункт. Умело перемещаясь между разными измерениями большими и малыми, они чаще всего остаются необнаруженными и незамеченными. Однако в нашем мире столкнулись с оперативниками SCP, и встречая их, они сразу же бегут, бросая свои ценные грузы и прячась в ближайшем доступном параллельном мире. На самом деле ничего другого им и не остается, ведь для того, чтобы ловить этих курьеров, фонд SCP создал специальную отдельную МОК под названием «РО-1» — «Профессора», про которую есть небольшая серия рассказов, состоящая из восьми историй. Это хорошо вооружённое и экипированное МОК имеет всё, чтобы обнаружить курьера и отобрать его ценный груз. И это далеко не единственная опасность, которая ждёт курьеров консорциума в нашем мире. За курьерами фитранцы охотятся не только МОК фонда, но и другие организации. Например, когда агенты фонда SCP захватили конспиративную квартиру Длани Змея, они обнаружили в ней аномальный череп, обозначенный как SCP-1083, который позволяет вступать любому желающему в контакт с полубожественной сущностью, живущей вне времени и пространства, и начать с ней философский спор. При этом спор может длиться субъективно для человека месяцами, но в реальном мире не пройдёт и пара секунд. Данный артефакт был сопровождён документацией, которая свидетельствовала о том, что изделие было изготовлено для университета Алексильва, и по всей видимости доставлялось фитранцам из какого-то другого мира через наш. Похоже, что курьеры консорциума столкнулись с людьми, состоящими в Длани Змея, которые также решили просто отобрать интересующий их предмет. В объекте SCP-1081 есть интересный намёк, что направление доставки через наш мир считается самым проблемным, потому что консорциум теряет в нём множество грузов, именно в нашем мире, причём не только при столкновениях с фондом SCP Дланью Змея, но и со многими другими организациями. Вот SCP-1043 вообще был захвачен сообществом аномальных художников ТВП. Почти все объекты, связанные с университетом, представляют собой потерянные консорциумом грузы, так что в нашем мире у этой организации дела идут действительно очень плохо, и она пытается это исправить, связываясь с представителями того же ТВП или разными отдельными людьми. Однако выбирает адресатов довольно нелогично, связываясь с разными философами и художниками, видимо предполагая, что именно они должны управлять этим миром. Однако это очевидно не приносит успеха, и тогда консорциум решает начать против нашего мира боевые действия, и в качестве наказания отправляет несколько мутантов, созданных из волков, которые впрочем довольно легко уничтожаются агентами фонда SCP. Примечательно, что основной целью этих волков являются работники почты, а всё это мероприятие имеет целью уничтожения местной службы доставки, из чего можно сделать два вывода, что в мире университета довольно слабое оружие, раз волк-мутант является чем-то вроде неотвратимого наказания. А кроме того, служба доставки имеет крайне высокое значение и статус, раз атаки были в первую очередь направлены на них. После неудачного военного вторжения, университет попытался начать действовать иначе, и смог каким-то образом подключиться к интернету нашего мира, где создал сайт Alexilva University. На этом сайте он выложил несколько своих образовательных курсов. Причем по их содержанию стало понятно, что университет начал сотрудничать с одной из организаций мира SCP под названием Anderson Robotics, так как почти все эти курсы были про роботов и искусственный интеллект. В рассказах есть еще упоминание о том, что хитрый изобретатель аномальных роботов стал первым из нашего мира, кто смог наладить общение с университетом. Также из этого курса видно, что сам университет пытался наладить контакт с ТВП МКИД, а также лаборатории Прометея. Именно эти организации, по мнению университета, являются самыми важными и влиятельными в нашем мире. Последний на сегодня отобранный фондом SCP у межпространственных курьеров предмет, это боевой киборг-мутант на основе птицы Додо, стреляющий лазерами, предназначенный для гладиаторских боев. Видно, что культурный обмен прошел хорошо. Короче говоря, в мире SCP время от времени появляются курьеры из параллельного мира, которые перевозят через него всякую аномальную дичь. Но погодите-ка, как же без поехавшей конспирологии? Оказывается, есть довольно немало людей, которые поддерживают теорию о том, что миром управляет скрытая Римская империя через огромную сеть тайных агентов. К сожалению, эта конспирологическая теория состоит из множества несвязанных между собой фактов и по сути даже не имеет единой концепции. На странице одного из ее сторонников я нашел три видео, которые по заявлению автора отлично объясняют и доказывают эту теорию о том, что скрытая Римская империя все еще правит миром. Но как мы видим, все эти три видео были удалены с Ютуба, а значит в них не было ничего интересного. Ведь это именно та причина, по которой видео удаляются с Ютуба. Всем пока!